Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 23 октября, Православная Церковь совершает память преподобного Амвросия Оптинского. Преподобный Амвросий Оптинский в миру Александр родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии в многодетной семье Пономаря Михаила Федоровича, отец которого был священником и благочинным, и Марфы Николаевны Гренковых. В 1836 году окончил Тамбовскую духовную семинарию. Тяжело заболев, в 1835 году Александр дал Богу обет в случае выздоровления пойти в монастырь и быстро поправился. Обет не был исполнен, но последовало в разумление Божие. В 1839 году Александр поступил в Введенскую Оптину пустынь Калужской губернии к старцу иеросхемонаху Льву Наголкину. В 1842 году был пострижен в монашество с именем в честь святителя медиаланского Амвросия. По рукоположению епископом Калужским Николаем во иеромонаха в 1845 году и после тяжелой болезни, последствия которой не проходили уже до конца жизни, иеромонах Амвросий начал помогать старцу Макарию Иванову. В его трудах, как духовник, принимал посетителей, участвовал в издании и переводах творений святых отцов и книг духовного содержания. После кончины старца иеросхемонаха Макария, преподобный Амвросий становится духовным наставником братья. За наставлением к нему шли тысячи верующих и неверующих людей со всей России. К нему приезжали за советом или для беседы Федор Достоевский, Владимир Соловьев, Константин Леонтьев, впоследствии монах Климент, Алексей Толстой, Лев Толстой, Погодин и многие другие. Преподобный Амвросий никогда не позволял себе пустого или гнилого слова и говорил лишь с целью исправления и назидания. Преподобный Амвросий имел дар прозорливости. Он исцелял больных, помогал нуждавшимся и бедным. Для оказания помощи старец являлся людям на расстоянии, наяву или во сне. Преподобным Амвросием была устроена казанская шамардинская женская община, обитель, куда он посылал жить или нуждавшихся больных, или бедных благочестивых женщин, девушек и сирот. Преподобный Амвросий был великим молитвенником за всю Россию. Во время молитвы его лицо иногда видели преображенным. Скончался преподобный Амвросий 10 октября 1891 года по старому стилю в шамардинской обители и похоронен в Оптиной пустыне рядом с могилой старца Макария. После кончины старец Амвросий являлся многим людям в разных концах России, исцелял больных, помогая страждущим. Святость жизни старца Амвросия явлена в его деятельной любви к ближним. Всегда было глубоким почитание его православным народам. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Иннокентия, епископа Пензенского, святителя Амфилохия, епископа Владимира Волынского. Празднуется собор Волынских святых. Чтится память блаженного Андрея, Христа ради юродивого Тотымского, мученика Феотекна, преподобного Вассиана, преподобного Феофила Исповедника. Все, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я в сердечное тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудивающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!